Слушайте, ребята, я просто не могу с вами не делиться ценами на продукты здесь. Я так кайфовал, когда мы переехали из Сочи в Краснодар. В Сочи ценники на еду вообще бешеные. В Краснодар приехали на Кубань, на Муву, и прям много что было дешевле. Сейчас мы в Турции, и я вообще нереально кайфую. Короче, смотрите, я ходил в Мигрос. Мигрос – это магазин примерно то же самое, что у нас с Магнитом, пятерочка. Так, давайте вот так вот я вам покажу. Вот это все я купил. Посмотрите, как много всего. Все это дело вышло почти на 86 лир. Сейчас лира, получается, относительно рубля упала. Мы сюда приехали, считали по 7,5. Сейчас можно считать по 6,2. Сейчас в конце я вам скажу, сколько это будет в рубли. Самый нетерпеливый можете самостоятельно посчитать. Но я больше всего хочу вам показать, сколько всего вышло. Вот это вот, это я все купил. Смотрите, итак, буду прям ставить 2 5-литровые бутылки воды. У нас примерно каждая бутылка в России будет стоить где-то 60 рублей. Здесь она стоит, по-моему, 4 лиры. Дальше. Я купил мясо. Здесь килограмм. Какая-то нарезка. Не знаю. Индейка, по-моему, мы такую брали, да, Настин? Ну, что да. Вот, ну, уже, короче, порезанная. Далее. Я купил айсберг. Айсберг на минуточку у нас стоит рублей 100-150. Далее. Я купил пучок такой достаточно большой. Петрушки. Хлеб. Это тут такой пекут. Очень вкусный. Помидоры. Не знаю, как они по качеству, конечно. Наши самые любимые дагестанские, но здесь какие есть. Далее. Вот столько кабачков. Далее. Баклажаны. Это мы сегодня ужинать будем. Делать овощной рагу. Огурцы. Ну, огурцы, конечно, не как российские мы любим. Пупырки. Это какие-то гладенькие, но других здесь вообще я не видел. Дальше. Печенюшки. Нам они очень понравились. Перец. Это тоже все овощную рагу. И картошки. Не знаю, здесь килограмма 2-3, наверное. Вот, посмотрите. Вот такая вот гора всего. И все это... Вот сейчас мы, значит, зайдем. Видите, моя последняя транзакция. 520 рублей. 86 лир почти. Обалдеть. 520 рублей. Вот это все. Но как не делиться ценами в Турции? Я не знаю пока. Пока мне очень хочется вам это показывать. Вы, конечно, уже писали нам комментарии, мол, вы что, типа, в Турцию покушать приезжаете. И почему вы не кушаете дома, не варите супчики, там, кашки и так далее. Вот, друзья, сходил, купил вот это все. Я вам показал. Поэтому сейчас вот приступаю готовить суп. Мы суп едим каждый день. Суп для нашей семьи это такое, знаете, святое. Мы стараемся каждый день кушать суп, но иногда, конечно, отдыхаем от готовки. Я буквально месяца 4 назад вообще не умел готовить. Но когда Настенька была уже на последнем месяце беременности, потом пока родила и так далее и так подобное, я вот это все хозяйство по готовке взял на себя. Освоил, так сказать, новую профессию. Поэтому добро пожаловать на фуд-блогерский канал Славяна. Так, это мясо, которое я показывал, купили. Сюда вода, этот, как его, соль и все. Обычно мы дома, когда в Краснодаре, мы добавляем такую специальную приправку, любим ее очень. А здесь приправок никаких нет, особо разбираться. Я в них тоже не хочу тратить на это время, поэтому вода и соль. Все. Значит, картошечку уже помыл, кабачочек помыл, морковочку надо почистить, перчик помыть и почистить. И у нас будет на обед такой очень вкусный овощной суп. Так, у меня все уже готово для того, чтобы запустить все это дело в кастрюлю. Осталось только дождаться, пока мясо немножко поварится. Вот, а что кастрюля пока закипеть не может. Ну, кстати, здесь газовая плитка. Газовая плитка, кстати, это такая херня. Ну, типа, знаете, ну, видимо, надо приспособиться. Я привык к этим индукционным панелям. И, допустим, утром жарить яичницу на газу, это просто трындец. Она всегда подгорает. Она как-то неправильно жарится. Даже если минимум огонь делает, что все равно огонь, получается, распределяется же не по всей сковородке, а точечно в центре. Короче, мне не нравится газовая плитка. Мучаюсь я. Пока тут картошка с мясом варится, пойдемте сходим на балкон. Вдруг вы забыли, как выглядит балкон наш. У нас тут сушатся пеленки. Миронечка. А это наш вид из окна. У нас подпортилась погода, видите, судя по облачкам. Сегодня всю ночь шел дождь. Вот. Но так же, как и в Сочи, все достаточно очень быстро сохнет, ну, в плане дороги. Здесь у нас находится под нами барбар-шоп. Здесь магазин для животных. Магазин еще продуктовый, бестолковый. И вот где вот эта парковочка, это у нас Мегрос. Вот так вот живем. Ну что, друзья, вот такая красотища у меня получилась. Детки уже напали кушать. Вот, собственно, вам ответ на вопрос, чем мы питаемся. Суп у нас в рационе, ну, 95% мы всегда в обед кушаем супчик. Вот сегодня сварили вот такой вот овощной. Будем кушать, нам приятного аппетита. И вечером вместе с вами еще приготовим овощное рагу. Надеюсь, у меня получится. Я вообще никогда этого не делал. Загнал пацанов купаться. Вообще, конечно, купать Мирона, вот чисто по душам, это, конечно, счету удовольствия. Тяжело купать без ванночки, вот. Но у нас это сделать получилось впервые за приличное количество дней, сколько мы здесь находимся. Вот, сегодня у нас такой банно-прачечный денек. Тут у нас дело к вечеру. Видите, как все залило. Дождик идет сегодня постоянно. И здесь, на вот этой улице, как всегда, по вечерам образовывается пробочка. Так, я собрал набор, что нам пригодится. Это, в принципе, я сегодня все и ходил в магазин, покупал, показывал. Перчик, помидорка, баклажан, кабачок, петруха, морковка, картошку сейчас почистим и вот такое вот мясо. Мясо, кстати, вот это прикольно. Мы суп сегодня его ели. Так, вот такой сковородки будем готовить. Вообще, конечно, в этой квартире дефицит со всякими. Даже лопатки, короче, нету. Поэтому придется сейчас либо вилкой, либо ложкой все это дело перемешивать. Ну, собственно, все мясо закинули. Сейчас немножко мясо обжарим и буду закидывать уже овощи. Потихонечку ужин готов. Блин, настолько маленькая сковородка, что я вот сюда вот помидор уже кое-как засовываю. А хотел добавить два помидора. Вот еще баклажан, еще не влез. Еще вот перец тоже сюда нужно засунуть. Но петрушка, ладно, уместим. Тяжело без посуды нынче своей. Пока эта штука тушится, займусь делом, помою посуду. Как же жаль, что я не могу вам через экраны передавать запахи. Это, походу, будет очень вкусно. Я думаю, что достаточно тушить. Мигаешься, получилось огненно. Сейчас единственное, что накроем крышечкой. Пусть еще 5 минут или 10 постоит, и все, и будем садиться лопать. Ну, по-моему, получилось доброта. Вкусно? Да. Красава. Все, приятного аппетита. Кушаем. Субтитры сделал DimaTorzok